здравствуйте друзья в этом году во второй раз пройдет конкурс фестиваль джаз birds и мы постараемся сегодня ответить на все самые важные вопросы с учредителем и руководителем фестиваля людмилой сваровской добрый вечер людмила до этого у нас были интервью с артистами и членами жюри людьми которые причастны к фестивалю сегодня с вами мне хотелось бы обсудить более конкретные важные и самые интересующие потенциальных наших участников вопросы с удовольствием расскажите чем фестиваль джаз birds отличается от других фестивалей в нашем российском пространстве фестиваль джаз birds отличается других фестивалей прежде всего тем что наверное это самый молодой конкурс джазовый он проходит всего лишь второй раз но этот конкурс уже успел получить премию общественное признание потому что масштабы конкурса и сам задел это достаточно высокая планка в нашем российском джазовом вокальном пространстве мы являемся конкурсом открытым поскольку любой может подать заявку для участия в нашем конкурсе и любители профессионал единственная оговорка репертуар должен быть безусловно джазовым мы являемся конкурсом открытым еще и потому что у нас нет каких-то возрастных цензов участие может принимать как совсем молодой исполнитель так уже и взрослые и любители профессионал и это конечно отличительная черта конкурса джаз birds открыты мы еще и потому что судейство в нашем конкурсе действительно открытая но интерактивная зритель имеет право участвовать в самой конкурсной программе и члены жюри сразу после выступления артиста высказывает свое мнение дают определенные оценки нашим участникам таким образом конкурс совмещает в себе и своеобразный мастер-класс он обращен каждому исполнителю они в общем какой-то ротации исполнительской и каждый участник в любой возрастной группе понимает как он выступил закончил выступление на что он может надеяться или не надеется на чем ему работать и так далее то есть персонализация это главный отличительный признак нашего конкурса еще какую-то двусмысленность в трактовке результатов конкурса этим тоже нивелируете да мы ее не допускаем потому как члены жюри высказывают свое мнение в зале при большом скоплении публики и конкурс поэтому открыты я думаю это самое честное судейство и те зрители которые присутствовали участники в прошлом сезоне могли бы наблюдать на самом деле это очень современный формат для того чтобы не было никаких закулисных игр и интриг более того мы стараемся действительно выдерживать название джазовый конкурс не выходить за рамки этого названия не смешивать эстрадную популярную музыку музыку джазовую то здесь конечно я выступаю и радую за чистоту нашего жанра хотя это совершенно не означает что только мейнстрим материал принимается нами для прослушивания мы смотрим на джаз более широком аспекте мы принимаем совершенно разные стили и течения джаза от этно и фьюжен до госпел но главное чтобы музыка действительно была джазовый чтобы она была из современной подачи если это не традиционные джазовые стандарты и чтобы исполнитель понимал для чего он использует эту музыку как он с ней обращается что он понимал и традиции стоки этой культуры поэтому безусловно члены жюри задают самые порой наверное неожиданные вопросы участникам участие нашем конкурсе предполагает более проникновенное и продуманное отношение к своему репертуару но при этом человек может быть как и любителям этой музыки то есть быть непрофессиональным певцом и артистом и быть конечно уже состоявшимся даже профессионалом или начинающим профессиональным артистом скажите пожалуйста что должен знать участник будущий участник фестиваля если он хочет подать заявку ну прежде всего участник должен еще раз повторюсь подойти очень продуманно к выбору своего репертуара он должен быть джазовым или хотя бы иметь джазовую аранжировку конечно это может быть какое-то оригинальное произведение или даже авторское произведение но она подразумевает наличие джазовой аранжировки конечно же это обязательно наличие нотной партитуры или хотя бы цифровой гармонической для того чтобы музыканты которые аккомпанируют нашем конкурсе всем участникам смогли прочитать нотный материал и прорепетировать и сыграть на конкурсе эту программу тем участникам которые не могут оформить аккомпанемент нотным материалем даже помогаем помогаем дистанционно помогаем практически у нас уже были такие случаи поэтому если вы не являетесь аранжировщиком если вы не являетесь музыкантом но вы хотите петь и прекрасно это делаете пожалуйста вы можете заранее к нам обратиться мы всегда поможем при оформлении аранжировок самое главное что необходимо знать что в конкурсе запрещены фонограммы джаз музыка очень живая поэтому материал исполняется живым бэндом вы можете приехать со своими музыкантами можете репетировать с нашими как раз стоимость для взрослых участников 5000 рублей а для младшей группы и средние 3000 рублей предполагают и включает в себя не только сам взнос за участие данную это еще и оплата бэнда конечно если учитывать участие вокалистов из других городов это значительно уменьшает расходы по перевозу музыкантов и по самому репетиционному процессу процессу проживания другом городе поэтому здесь максимально пытаемся сделать пребывание на конкурсе комфортным и доступным дешевле я думаю 5000 рублей вам не удастся привести ни один состав в этом году будет работать квартет контрабас барабаны рояль и традиционная гитара в этом году мы отказались от духовой группы поскольку все-таки конкурс вокальный и жюри пожелала слышать больше импровизаций или каких-то вокалистов от самих участников для того чтобы духовая группа которая сродни голосу никак не преувеличивала или не приуменьшала эффект от живого голоса поэтому в этом году будет вот такой состав но это не означает что если вы хотите использовать все-таки какие другие группы инструментов в своем выступлении вы не можете этого делать конечно можете но мы как учредители от себя представляем джазовый квартет участники могут прислать нам и должны прислать нам свои демо материалы записью это видео материал или аудио для того чтобы мы могли действительно понять принадлежность того или нового вокалиста джазовой музыки это раз-два конечно же указать материал который будет исполняться мы наименее строго относимся к тому чтобы материал менялся по мере приближения даты конкурса все бывает у вокалистов бывает меняется какое-то видение конкурсной программы что-то улучшается или наоборот человек боится использовать какие-то новые пьесы в своей конкурсной программе поэтому мы достаточно лояльно к этому подходим до начала репетиционного процесса до начала репетиционных дней вы можете поменять свой репертуар поэтому бояться этого не надо конечно же те участники которые будут использовать окопыльное пение они будут наверно особо поощряться будет особо оцениваться потому что достаточно редкий на сегодня жанр мы будем приветствовать такие исполнительские формы вы можете также использовать дуэтные формы например голос контрабас рояль голос и так далее это никак не помешает оценки совершенно разные вариации конечно же мы принимаем к участию авторские аранжировки как это было в том году авторские аранжировки и авторские песни если они имеются в наличии конкурсантов это всегда дает дополнительные очки и баллы но здесь нужно быть осторожным потому что были в наш в том году у нас прецеденты когда участники использовали эстрадные песни в авторских аранжировках и репертуар могут на половину джаза он был эстрадом здесь конечно его будет очень тяжело оценивать с этой точки зрения поэтому мы просим обратить на это внимание пожалуйста будьте очень внимательны дорогие участники при выборе своего репертуара ну и наверное главное что необходимо знать участнику что его ждут здесь не враги а друзья и все наши жюри и весь наш великолепный реапак совершенно не нацелен на то чтобы мы как-то осудили вас мы всего лишь направляем с точки зрения нашего сценического опыта а все члены жюри это профессиональные вокалисты прежде всего это самое главное наша задача раскрыть потенциал тех людей кто сомневается в себе если эти люди действительно понимают джазовую культуру и хотят не принадлежать и указать также на ошибки тем кто заблуждается в том что он находится в джазовой культуре и направить человека в ту сторону которая наверное наиболее которая наверное с лучшей стороны раскроет его голосовые данные и вообще его ментальность поэтому члены жюри это конечно же советники это добрые друзья но конечно же этой судьи и мы постараемся так настроиться перед конкурсом чтобы соблюсти все вот эти требования соответственно их судейской коллегии вот это наш главный отличительный признак как в этом году пройдет фестивальная неделя какая повестка в этом году мы сократили фестивальную неделю ровно на один день мы имея опыт прошлого года все-таки решили день выделенный отдельно под мастер-классы сократить поскольку иногородние наши участники все ждут гала концерта и кому-то достаточно сложно прожить прославли 4 или 5 дней поэтому мы сократили конкурсные дни до двух они пройдут 5 и 6 октября перед этим пройдут репетиционные дни с бэндом они будут расписываться и график репетиции будет публиковаться на сайте и в приватной переписке с нашими участниками уже по электронной почте наше главное событие конечно это гала-концерт на котором будет награждение участников гала-концерт на который в этот раз приедут звезды джаза российской джазовой международной сцены этот концерт будет еще масштабней чем был в том году мы постараемся показать самые изысканные самые профессиональные самые разнообразные формы инструментальной и вокальной джазовой музыки на этом концерте чтобы это получился не просто праздник для участников но и праздник для для зрителей конечно же график наших мероприятий и календарные все числа все это есть на сайте jazbirds.com поэтому те кто интересуется этим событием пожалуйста заходите на сайт там есть вся информация об участниках и публикации и самые новые тенденции новости и прочее людмила а зачем вам на гала-концерте столько звезд просто возникает ощущение у некоторых наших участников что гала-концерт это основное мероприятие фестивальной недели я не рассматриваю гала-концерт в качестве основного мероприятия но безусловно но ведущие мы стараемся на протяжении нашего гала-концерта как раз совместить участие победителей финалистов конкурса людей достойных безусловно хорошо поющих с номерами с участием очень профессиональных музыкантов это очень важно не знаю доведется ли победителям конкурса стоять на одной сцене с теми кто уже сегодня является флагом флагманами российской международной джазовой музыки а вот конкурс как раз дает такую возможность то есть он приближает участника к статусному звездному человеку музыканту более того это очень интересно это позволяет сравнить уровень музыки профессиональной и уровень начинающего артиста хотя у нас были участники которые показывали себя вровень и вполне достойно на наравне самыми звездными именами джазовой сцены в этом году программа будет еще более обширная и я считаю что это прекрасно потому что наша задача образовывать не только публику который приходит на концерты но этих участников которые приезжают главная задача конкурса получить направление движения вектор правильно избрать для того чтобы понять что джазовая музыка это не настолько узкий жанр он очень широк он полистилистичен и для этого мы приглашаем разных артистов кто в этом году в числе партнеров и спонсоров фестиваля в этом году наш спонсорский круг расширяется я этому не сказано рада главное событие то что наконец-то телевидение радио обратила нас внимание главный генеральный информационный наш партнер это конечно же гаторка ярославия телевидение радио россии и на канале ярославия будут анонсы новостных блоках будут сняты определенные интервью и со мной с нашими гостями и будет транслироваться пресс-конференция я считаю что это очень серьезный факт очень серьезное достижение потому что телевидение все-таки федерального уровня и мы бы хотели наш конкурс тоже вывести в конкурс федерального масштаба поэтому такое сотрудничество конечно же очень почетно и за эту инициативу я благодарю тех людей кто сейчас находится у руководства канала кроме того все наши партнеры прошлого года изъявили желание в этом году вновь стать нашими друзьями партнерами для меня это огромная честь и я благодарю всех кто к этому причастен партнеров очень много вы всех сможете увидеть на сайте jazz birds это люди из разных сфер это и наши мини шоколадные фабрики это и дизайнер украшений это люди причастны к культуре опять же я надеюсь на наше сотрудничество с художником ярославской земли михаилом бекетовым который изготовит специальный приз для того участника который он понравится и список очень большой сюда относится и гостиничный фонд для того чтобы наши гости участники из других городов смогли комфортно разместиться отдохнуть проживать несколько дней в рославле то есть это самый разный круг людей бизнесменов и один из них компания тензор и ресторан мили которые обеспечивают прекрасные завтраки обеды и ужина для нашего звездного реапага для наших гостей и в стенах которой мы сейчас находимся в стенах компании тензор я думаю что появятся еще новые партнеры каждый день приходит нам предложение мы их рассматриваем безусловно всех сопричастных к этому людей реально в этом заинтересованных мы будем рады видеть нашем партнерстве а какие призы ждут участников и победителей конкурса в этом году призов будет еще больше потому что партнеров больше призов будет очень много я считаю самый ценный приз и самый главный для участников он пока не денежный но настоящий музыкант который приезжает на конкурс он все-таки стремится не за какими-то денежными знаками стремится получить признание оценку свою творчество поэтому в этом году арт-директор международного конкурса made in new york jazz competition яков майман будет нашим членом жюри и он уже объявил о своем призе для человека который получит гран-при или для одного из самых сильных финалистов взрослой категории это гарантированное бесплатное участие в данном международном джазовом конкурсе это очень серьезный конкурс в котором судьями являются уже такие звезды как джо лавана рэнди брейкер майк штерн и многие многие другие то есть та самая верхушка самый топ джазовых исполнителей мира и конечно быть замеченным такими звездами это будет большая честь и конкурс этот платный но вот для нашего победителя для участника который определить яков мэйман это будет гарантированное бесплатное участие в конкурсе и продвижение от арт-директора продвижение на сайте made in new york я думаю что такая высокая планка заявка на международный уровень это будет самая главная похвала самый главный приз тому кто реально кажется лучшим в этой борьбе милой расскажите пожалуйста подробнее о членах жюри которые в этом году будут судить наших участников с удовольствием расскажу в этом году у нас такая мейнстрим команда по большей части я очень рада что наконец-то она бутерлина приезжает к нам наша российская джазовая наверное самая именитая певица которую я очень люблю и уважаю человек приданной джазу это вокалистка но не люблю слово вокалистка певица и артистка самого высокого уровня которая безусловно находится в джазовом сегменте в джазовой культуре которая понимает все направления тонко чувствуют стилистику жанр джаза конечно же она от себя может очень многое сказать молодым начинающим исполнителям и взрослым как-то сориентировать их направить в нужное русло не менее я горда тем что в этом году приезжает мой коллега человек с которым я потом буду давать концертный тур по россии выис от аж выис от аж это уникальный афроамериканский певец родом он из юар но уже очень много лет он живет в нью-йорке это единственный вокалист мужчина который получил финальную премию на конкурсе теннил осмок институт на джазовом вокальном самом престижном конкурсе в мире и обладатель второй премии конкурсом антрео вокалист невероятно полистилистичный техничный очень тембристый который имеет диапазон почти в 4 октавы очень пластичный и самое главное что молодой и успешный это как раз тот самый случай когда человек самых своих первых шагов очень правильно определился и держит очень правильный вектор правильное направление при этом он абсолютно открыт и это носитель культуры вот самое важное для нас что мы не просто судим на своем российском профессиональном уровне а что все-таки мы будем рассматривать джазовый вокал с точки зрения человека который является носителем этой культуры я думаю для профессионально ориентированных вокалистов участие такого члена жюри наверное самый большой подарок потому что будет саташа будет давать мастер-классы и индивидуальные часы самым заинтересованным вокалистом то есть я как организатор конкурса это конечно могу гарантировать безусловно это будет дополнительная опция это будет платные уроки но вы сможете их получить это проще чем поехать в нью-йорк и конечно же третий участник жюри кроме меня я четвертый третий участник жюри мой друг партнер и коллега яков мэйман саксофонист который поет поэтому в нашем жюри кроме того я говорила уже что это арт директор конкурса made in new york jazz competition человек который постоянно продюсирует вокалистов и с ними работает который записал достаточное количество альбомов и постоянно находится в этом джазовом котле постоянно в нем варится яков мэйман имеет очень большой послужной список артистический работы с самыми разными звездами джаза он сам является организатором самых разнообразных фестивальных течений то есть очень опытный музыкант уехав из россии очень долгое время жил в израиле и из израиля эмигрировал в сша и на сегодня яков уже гражданин соединенных штатов америки и это тот человек мнению которого я очень доверяю потому что это такой адепт джазовой культуры человек очень преданный этой культуре для того чтобы играть только джаз он уехал из нашей страны потому что другую музыку он совершенно не приемлет мы говорим на одном языке и для этого не нужны никакие языковые барьеры поэтому российским участникам которые не очень хорошо владеют скажем английским языком яков майман подарок судьбы потому что он сможет объяснить какие-то вещи на нашем родном сленге может направить сказать опять же так же как и другие члены жюри как какое-то свое мнение как артиста потому что прежде всего конечно яков музыкант и артист плюс яков это не просто саксофонист он еще и композитор он еще и продюсер и я бы очень рекомендовала вокалистам которые хотят именно свою деятельность продолжать не просто как любители музыки а как уже взрослые артисты поинтересоваться мнением якобы на этот счет всегда мнение музыкантов сторонних не только вокалистов очень важно то есть таких людей которые любят вокалистов и с ними сотрудничают вот это такая подушка амортизатор между вокальным искусством чистой воды и именно искусством джазовым с точки зрения музыкантской как раз и является яков майман если бы я свое время только ставь на путь служение джазовой музыки знала подобные джазовые конкурсы видела бы на горизонте такое судейство я бы конечно непременно поехал я по-хорошему завидую тем молодым кто только кто сегодня только начинает свой свой путь в джазе потому что все открыто не только медийное пространство интернет-пространство ну и вот такое приватное консультативное профессиональное сообщество форма джемсейшона в этом году тоже будет другой вопрос что мы не делаем его обязательным джемсейшон для тех людей кто уже освоил гармонию кто освоил скетовое пение кто хочет себя проявить и показать еще больше баллов себе в копилку добрать но чтоб не пугались эти вокалисты которые все-таки еще с искусством импровизации не на ты она вы это не будет являться обязательным то есть это дополнительная опция к вашему участию и члены жюри это понимают потому что опять же совершенно разные вокалисты в джазе тому пример джулия лонд певица который считает джазовый но который совершенно не импровизировала и очень много таких вокалистов есть но если свинку вас голосе если у вас в душе все-таки джаз и вы не импровизируете но при этом голосом отыгрываете самые тонкие струны души мы тоже конечно это оценим какие у вас есть пожелания будущим участникам конкурса джаз birds пожеланий очень много но главное пожелание одно не бояться и как я уже говорила не воспринимать конкурс как испытание воспринимайте наш конкурс как содружество как яркий фестиваль джаза как новую ступень новый этап вашего творчества воспринимайте это именно как праздника глубокое погружение иммерсивность такой недельную иммерсивность новый термин сегодня в нашем таком словесном пространстве погружение в культуру музыки гала концерт и автопати который будет после этого гала концерта вот как раз в ресторане мили вам позволят не просто услышать звезд со сцены но пообщаться с ними в живую взять автографы о чем-то поговорить наполнить свою душу свое сердце самыми разными звуками голосами будут сюрпризы на гала концерте будьте участники о которых я еще не говорила и не говорю как раз потому что хочу сохранить определенную интригу то есть такое вот яркое фестивальное движение то есть джаз бёрдс ни в коем случае не конкуренция а это именно опыт когда каждый вокалист для себя берет от другого самые лучшие стороны и опять же который позволяет смотреть на себя со стороны ничего не надо бояться но конкурс на той конкурс и каждый должен помнить и знать что победит наверное самый раскованный участник в хорошем смысле этого слова самый лучший лучше не объективно а наверное субъективно потому что в жюри все-таки четыре человека но с другой стороны опыт нашей судейской коллеги и как раз и позволяет говорить о нашей профессиональной объективности поэтому мы просто приглашаем вас познакомиться с нами понять нас и ровно как и мы как все члены жюри полюбить музыку без прикрас и понять что музыки нужно конечно же служить любите совершенно беззаветно не видя в этом никакой корысти вот за корыстное отношение к джазу конечно я всегда выступая буду об этом говорить потому что это самый главный принцип моей жизни спасибо вам большое за интервью спасибо мы с нетерпением будем ждать участников и зрителей нашего голоконцерта на фестивальной неделе со 2 по 7 октября в Ярославле приходите дорогие друзья до новых встреч